Всем привет, друзья, на связи Zeriline. Под этим видосом вы меня закидали комментами записать ролик про создание контурного света на мышке. И я не смог проигнорировать ваши просьбы, и поэтому сегодня я покажу целых три способа, как сделать контурный свет на мышке. Кстати, недавно у меня вышел мой первый трек. Его вы сможете послушать абсолютно на всех цифровых площадках, поэтому заходите в описание, тыкайте на Bad Link и слушайте мой трек «Я поднялся». Слушай мой рэп, хип-хоп, дрилл, бас, хайпер-поп. Ну, короче, вы поняли. И еще в моем инстаграм-аккаунте идет конкурс на 5500 рублей. Переходите в инстаграм, и под последним постом будет сам конкурс, условия и призовые. Итоги конкурса будут 1 марта, поэтому у вас еще есть целая неделя, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Ладно, полетели в фотошоп к этим трем способам, как сделать контурный свет, используя только мышку. Погнали! Итак, друзья, вот мы в фотошопе. Перед вами сейчас фотография Алишера Моргенштерна, для которой мы будем делать контурный свет. Покажу три способа именно на этой фотографии. Я уже вырезал самого Алишера от фона, то есть вот он. И сам фон сделал черно-белым. Для прорисовки света нам обязательно нужно сделать свет за Моргенштерном, поэтому мы создаем обычный белый слой. Берем заливочку, делаем ее черной. Делаем наложение экрана, а потом в коррекции мы берем карту градиента. Зажимаем Alt, и левая кнопка мыши нажимаем по нашему черному слою. У нас остается карта градиента, мы по ней тыкаем. Я уже делал ролик про градиенты собаки культа, вы можете прямо сейчас перейти по подсказке и посмотреть этот ролик, скачать градиенты, и такие же градиенты использовать, как я. Я, наверное, буду использовать вот этот градиент, но, может быть, передумаю и этот поставлю. Сейчас посмотрим, нажимаем ОК, и посередине мы создаем опять прозрачный слой, но уже будем рисовать на нем белой кисточкой. Опять же, мои кисти вы можете найти на моем канале, я делал ролик по ним. Делаем, в принципе, большую кисточку, и нажимаем один раз, потом еще один раз, еще один раз, и таким способом мы делаем свет за нашим Моргенштерном. Я думаю, вы уже все научились по моим гайдам делать свет, хоть какой-то, то есть это обычный стандартный свет, который используют многие дизайнеры для создания превьюшек. Ну, в принципе, мы сделали свет за персонажем, и можем приступать к контурному свету. Но я тут подумал, давайте сначала я обработаю Моргенштерна, буквально через... Ну вот мы обработали нашего Алишера Моргенштерна, вот у нас есть свет за персонажем, давайте сделаем свет именно на нем. Мы берем, копируем вот нашу карту градиента, наш черный фон, и делаем копию на, как говорится, выше Моргенштерна. А мы создаем новый слой прозрачный, делаем кисточку где-то, ну, на тысячу, допустим. И смотрите, самое главное, чтобы сделать свет именно на Моргенштерне, мы берем, зажимаем Alt и тыкаем левую кнопку мыши. Все, у нас выделяется полностью Моргенштерн. Вот так вот тыкаем один раз, еще один раз, вот тут вот можем тыкнуть пару раз. В принципе, мне кажется, этого будет достаточно. Вот такой вот цвет у нас получился, можно еще вот тут чуть-чуть сделать там. Все, вот такой вот цвет у нас получился, можно немножечко понизить непрозрачность, допустим, до 90. И, в принципе, вот такой вот цвет у нас получился. Мне кажется, выглядит неплохо. И давайте приступим к нашему контурному свету. Ну и давайте начнем. Создаем опять новый слой, опять непрозрачный. Берем кисточку, жесткая, круговая. Делаем примерно, наверное, ее на 35. И смотрите, что мы делаем. Мы опять же зажимаем Alt и тыкаем по нашему Моргенштерну. Это первый способ, ребята. Всего будет три способа. Сейчас я покажу самый легкий способ. Мы выделим нашего Моргенштерна и просто проводим по краям. Вот так вот проводим линии такие. Выделяем нашего Моргенштерна. Ну, в принципе, и все. Мы сделали самый легкий вариант контурного света на мышке. Но этот способ предназначен именно для новичков. Вы, наверное, спросите, а почему ты не делал контурный свет на волосах? Потому что начинающие ребята, они с помощью мышки пытаются сделать волосы как на графическом планшете и делают вот такие вот линии. Они смотрятся не очень. Поэтому, ребята, я вам советую. Если вы начинающий дизайнер, то лучше вообще не делать контурный свет на волосах. Оставляйте как есть. Оставляйте волосы вот такими. Вот это первый способ. Можете его все использовать. Ну и давайте перейдем к следующему способу. Этот способ более сложнее, но контурный свет будет намного качественнее. Мы берем из-за этого перо. Допустим, вот здесь вот мы делаем вот такие вот изгибы. Сейчас вам все покажу, ребята. Делаем вот такие вот линии. И, в принципе, вот так вот замыкаем. Я думаю, вы все умеете пользоваться инструментом перо. Я не буду это объяснять. Потом мы выделяем нашу область. Берем обычную кисточку белую. Ну, точнее, вот такого цвета. И вот так вот закрашиваем. И вы, наверное, спросите, зачем ты вот это сделал? То есть, ну, что это такое? Смотрите, мы зажимаем Alt и соединяем этот слой к Моргенштерну. И теперь вот этот слой непрозрачный мы рисуем только на Моргенштерне. То есть, за пределом Моргенштерна он не уходит. То есть, вот мы, смотрите, я пытаюсь вот здесь вот сделать свет, не выходит, только на Моргенштерне. Я думаю, вы все знаете, как работает эта штука. Ну и также продолжаем делать наш контурный свет. Ну вот, в принципе, мы почти доделали наш контурный свет. Давайте же чуть-чуть его подредактируем, потому что в некоторых местах он выглядит очень картонно. Мы берем обычный ластик, делаем его непрозрачность где-то, ну, на 40. В некоторых местах мы немножко делаем его послабше. Ну, а, в принципе, наш второй способ полностью закончен. Вроде смотрится прикольно, то есть, если сравнивать с первым способом, тут прямо линии прямолинейные, в каких-то местах не очень смотрятся. Ну, на втором способе смотрится намного лучше, то есть, тут и свет есть, обводочка нормальная, я бы так сказал. Мне кажется, для мышки это прям хороший результат, поэтому можете использовать. Ну и также волосы мы не делаем в этом способе. Если вы видите то, что волосы смотрятся не очень, то лучше их просто удалить и оставить как было. Ну и давайте перейдем к третьему способу, который самый лучший на данный момент, прорисовки контурного света именно на мышке. Мы создаем обычный слой, опять же, в карте градиента. Создали этот слой и просто берем вот обычную кисточку, жесткая, круглая. Мы прорисовываем, как в первом способе, обводочку такую. Допустим, пока что вот так вот. И берем инструмент палец, то есть он есть под разделе размытия. Берем палец, берем где-то размер на 70, наверное, интенсивность на 35 и просто чуть-чуть выпрямляем нашу палочку. То есть делаем вот такое вот свечение и обратно ее немножко заталкиваем. В принципе, вот так вот у нас что-то получается. Можете немного продолжить ваше свечение, то есть все на ваше усмотрение. Так вот мы будем делать наш весь контурный свет. Погнали! Погнали! Ну, в принципе, мы доделали наш контурный свет на Маргерштерне. Я согласен, можно сделать намного лучше. И, в принципе, я во второй раз этот контурный свет рисую с помощью пальца. Но тут есть косяки, понятное дело. Но он выглядит неплохо. То есть если потренироваться, допустим, раз 20 сделать этот контурный свет именно этим способом, то можно достичь какого-то успеха. Я в этом уверен, потому что я знаю ребят, которые именно этим способом делают контурный свет. И поэтому я советую делать контурный свет на мышке именно этим способом. Если вы не планируете покупать графический планшет, то я советую учиться этому способу, потому что он самый практичный, самый крутой. И давайте попробуем сделать наши волосы с помощью этого способа. Мы берем кисточку для волос, ставим где-то размер 10, и вот проводим вот тут такие вот с помощью мышки, вот такие вот, можно сказать, штучки. И с помощью пальца мы дорабатываем чуть-чуть, да, вот так вот делаем их. Как по мне, вышло неплохо, то есть достойно даже. То есть смотрите, вот первый способ, это прям, ну, плохо, я бы так сказал. Переходим ко второму способу, он уже немножко получше выглядит, вот. Ну, конечно, можно это все дорабатывать, до идеала довести, потому что я делаю контурный свет на графическом планшете, и, если честно, я уже давно не делал на мышке контурный свет, поэтому, ребята, если вы будете работать, работать, работать на мышке очень долго, то вы научитесь делать намного лучше контурный свет по этим способам. Ну и наш третий коронный способ. Как по мне, он смотрится неплохо. Да, есть косяки, я его делаю во второй раз, и он мне понравился, он выглядит неплохо. Поэтому, ребята, если вы в ближайшее будущее не будете покупать графический планшет, то этот способ, мне кажется, самый лучший. Я даже знаю дизайнеров, которые делают очень крутые работы без графического планшета, именно этим способом они пользуются. Ну вот, мы разобрали все три способа, как сделать контурный свет, используя только мышку. Пишите в комментариях, какой способ вам больше всего понравился, каким способом вы пользуетесь, ну, или будете пользоваться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и включайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы и стримы. С вами был Илюха Релайнер, не будем прощаться, потому что очень скоро мы с вами увидимся. Слушайте мой трек на всех цифровых площадках, я поднялся. Да.